Сегодня в Казани день траура по погибшим в авиакатастрофе. В воскресенье вечером в международном аэропорту Казани разбился пассажирский авиалайнер Boeing 737. При посадке машина ударилась носом о взлетно-посадочную полосу и взорвалась. Рейс 363 летел из столичного аэропорта Домодедово. В списках погибших все, кто находился на борту. Это 50 человек, в том числе двое детей, шесть членов экипажа. В числе пассажиров были старший сын президента Татарстана Рустама Миниханова и РЭК. Глава Республиканского управления ФСБ Александр Антонов, британская подданная Бул Донна Каролина Ольга Григорьева собирала факты. По предварительным данным, жителей Чувашии среди погибших нет. Сообщил сегодня глава Госкомитета Чувашии по делам ГУ и ЧС Вениамин Петров. Там пока остаются пять человек, те, которые не указаны места регистрации. Будем надеяться, что наших там нет, но это беда наша в любом случае, наша общая. Все силы и средства привозка регионального центра МЧС России, они приведены повышенной готовности, но наши спасатели, они находятся на месте, туда не выезжали. Как я уже отметил, Татарстан пока справляется своими силами, плюс из Москвы в СМЧС России, туда прибыл борт, работают по оказанию помощи. Международный аэропорт в Казани был закрыт до шести вечера понедельника. Самолеты отправлялись в Москву и Нижний Новгород. Принять воздушные суда в случае необходимости готов был и Чебоксарский аэропорт. Перевозчик принимает решение, на какие аэропорты им выполнять посадки или задержать. Две трети рейсов задержанные сидят в Москве. Небольшая часть, одна треть направлена к набережной Челны. К нам, по крайней мере, никаких заявок и информации, никаких запросов от перелетающих воздушных судов о посадке как запасной использовать не поступало. Так как поступит, мы примем, вопросов нет, мы готовы. Боинг принадлежал авиакомпании Татарстан. Сообщается, что самолет летал более 20 лет. Имел в истории инциденты аварийной посадки. Его планировали вывезти из автопарка. Тем не менее, по мнению экспертов, летательный ресурс он не исчерпал. А перед вылетом из Домодедова, Боинг прошел необходимый предполетный осмотр. Что стало причиной крушения самолета, сейчас выясняется. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. Родственникам погибших сейчас оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Известно, что они получат денежные выплаты в размере более 2 миллионов рублей от компании, страховщика и единовременную помощь на сумму 1 миллион рублей из резервного фонда республики. В Татарстане также объявлен сбор средств для поддержки семей, потерявших родных в авиакатастрофе. Остается добавить, что в России до последнего ЧП «Боинг-737» терпел крушение однажды. В 2008 году под Пермью погибли все 88 человек, находившихся на борту. Среди них президент Федерации Самбы Чувашии и депутат Госсовета Республики Александр Трофимов.